Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на программе «Гостях» у телекомпании «Триангела». У нас сегодня необычный гость Анна Ростиславовна. Сотрудник издательства «Источник жизни». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, Анна Ростиславовна, что это за издательство? Издательство «Источник жизни» издает христианскую литературу. Наш слоган – книги о земном и вечном. Я в издательстве занимаюсь детской литературой. Я редактор детской литературы. Что привело вас сюда? Почему вы стали заниматься именно этим делом? Вы знаете, я с детства очень любила книги, очень любила читать. И очень рано поняла, что хочу заниматься именно литературой. Хочу быть редактором. Я даже еще не знала этого слова, этой профессии, но уже поняла, что мне нравится работать с текстом. Так случилось, что моя мама брала иногда редактору и делала эту работу. И когда я наблюдала за этим и пыталась ей в чем-то как-то помогать, я поняла, что мне очень нравится, я тоже хочу заниматься именно этой работой. Вам, родители, я помню, вы рассказывали, что в детстве всегда читали книжки. А когда вы самостоятельно начали читать? Я рано начала читать, еще до школы. Наверное, в 5 я научилась читать. А в 6 папа отвел меня в детскую областную библиотеку и записал туда как читательницу. И я была самой юной читательницей на то время этой библиотеки. И с того момента вы уже стали самостоятельно читать? Или же вам родители все-таки читали? Да, конечно, я и самостоятельно читала, но родители продолжали читать. У нас был такой ритуал ежевечерний. Мама всегда читала нам на ночь. У меня еще младшие сестры, которые тогда, конечно, еще тоже не умели читать. Ну, в общем-то, так я помню, что, наверное, лет до 10, пока мне вот исполнилось, мама читала нам. А почему вам нравилось, чтобы родители почитали? Ну, вы знаете, когда родители читают, это совершенно другой жанр, так скажем, чем когда ты читаешь сам. Это особенная атмосфера. Вы слышите мамин голос, это теплота, это интонация. И возникает, вы не просто вникаете в сюжет, который разворачивается перед вами. У вас возникает особое понимание и взаимопонимание. И поэтому я очень полюбила именно эти часы и минуты. И в нашей, в своей семье уже, когда у меня появились дети, эта традиция продолжилась очень надолго. То есть вы своим детям тоже читали, тоже по вечерам? Да, всегда. Вы знаете, наверное, лет чуть ли не до 14, потому что я помню, что мы начали где-то с Майдадыра и закончили преступлением и наказанием Достоевского. Где-то так, да. Каждый вечер. То есть они предпочитали больше чтения, нежели телевизор, как у нас сейчас любят дети? Ну, я бы не сказала, что они там что-то предпочитали, но я думаю, что вот этот час ежевечернего чтения, я просто уверена в этом, что это особое, специальное, дополнительное образование для детей. Я думаю, что это дает не меньше, чем школьное образование. Хорошо. А почему вы решили заняться именно редакторским делом, вот посвятили этому жизнь? Ну, я уже сказала, что мне вот с детства как бы это нравилось. Я стала узнавать, где можно этому научиться и как. Поступила на филологический факультет университета, закончила его. И с тех пор вот как-то к этому все лежала, моя душа. И когда открылось издательство «Источник жизни», вот, и меня пригласили туда работать, это было счастье, и я с удовольствием занимаюсь этим. А какое направление у вас? Какие книги? Я занимаюсь литературой для детей, книгами детскими, как художественными, так и не только художественными, литературой по здоровью, по психологии, воспитанию детей. То есть это уже не детям, а больше родителям. Ну, вот такой литературой. Почему именно вот такие книги вы редактируете? Вам приносит это удовольствие, вам это приносит радость. Вот что особенно в этом, в вашем труде таком? Ну, конечно же, дети — это такой особенный контингент и категория читателей, к которым немножко другое отношение, чем к читателям взрослым. Во-первых, детская книга — это, в первую очередь, книга с картинками, потому что дети любят рассматривать. Им обязательно зрительный, визуальный образ, он очень подкрепляет то, что они слышат, то, что они читают. Но почему я занимаюсь детской литературой? Мне это близко. Мне кажется, что, когда я редактирую детские книги, готовлю их к изданию, что я сама как бы еще раз переживаю те приятные переживания, которые были у меня в детстве. Как я уже сказала, это христианское издательство, поэтому и книги у нас, конечно, особые. Наша цель — это ведь не только развлекать детей или давать им какую-то определенную информацию. Нам, как родителям и как редакторам, важен также и нравственный воспитательный момент. А христианская книга — это книга, основанная на христианских ценностях. Конечно, это и непосредственно Библия, библейские рассказы, пересказы, какие-то обыгрывания каких-то библейских сюжетов. Но это только одно из направлений нашей литературы. Мы также издаем и художественную литературу для детей для разных возрастов. И также то, что можно назвать развлекательно-развивающим. Раскраски, игры различные, головоломки. Вот такого рода литература. А что же больше все-таки о Боге или художественное? И как вы считаете, почему именно о Боге нужно рассказывать детям? Почему нужно рассказывать детям о Боге? Это очень интересная, большая тема, наверное. Много, конечно, аспектов. Я боюсь, что обо всем я не расскажу. Но один момент, который мне кажется очень важным. Может быть, не один, вот сколько я сейчас смогу. Что такое понятие о Боге для ребенка? Понятие о Боге — это понятие об авторитете. Вот вы знаете, французский известнейший психолог Жан Пиаже, проводил эксперименты. И он попросил детей нарисовать Бога. И вы знаете, большинство детей что нарисовали? Они изобразили своего отца. То есть они наделили Бога какими-то чертами, присущими папе. Там очки, борода, у кого там голубые глаза, у кого что было, то вот и было нарисовано. О чем это говорит? Это говорит о том, что в детстве, в раннем детстве, для ребенка важный и главный авторитет — это родители. Родители, которые воспитывают в ребенке понятие о Боге, прививают ему понятие об авторитете, о высшем авторитете. И в наше особенно время, когда всякие нравственные ориентиры очень зыбкие, и человеку трудно определиться и найти что-то для себя, понятие о божественном авторитете, который выше и отца, и матери, и который над его начальником, может быть, который неправильно себя ведет, понятие о высшем и правильном авторитете, о высшей ценности, оно, конечно, очень важно. Но это как бы один из моментов, почему важно говорить о Боге. А вот сейчас очень много различных мультфильмов создано. Может быть, эти книги как-то перевести на этот жанр? Или все-таки эти книги, они несут более глубокий смысл, нежели просто когда маленький человечек может посмотреть этот мультик? Ну, конечно же, мультфильм, фильм, это такой способ, когда информация и зрительный ряд идет напрямую в мозг. Когда ребенок сидит, смотрит, и вот что он видит, то вот напрямую ему вливается. Хорошо ли это или плохо, это, наверное, во многом зависит еще и от того, какой это, что именно он смотрит. Книга действует на мозг и на ребенка по-другому. Когда ребенок читает, он становится соавтором. Что это значит? Значит, один известный тоже философ сказал, что чтение — это всегда перевод. Что это значит? Это значит, что не существует двух одинаковых жизненных опытов, двух одинаковых читателей, двух одинаковых душ, которые, прочитав один и тот же текст, абсолютно одинаково его восприняли, поняли, представили себе. Поэтому, читая, ребенок не просто развивает свое воображение, он развивает свою душу. Он учится не только рисовать картину, но и сопереживать герою. Он наделяет его какими-то своими чертами, чертами своих собственных переживаний, своего собственного опыта. И поэтому здесь чтение бесценно. Его невозможно заменить никакими другими средствами. оно всегда останется на своем месте. То есть еще это подводит к тому, что маленький человек, который, становясь взрослым постепенно, он учится на этих книгах, он развивает анализ, да? Какой-то анализ, чтобы потом поступать в тех или иных ситуациях правильно или неправильно. То есть какой-то вывод он берет всегда из этих историй. Дорогие друзья, мы продолжаем с вами беседу с нашим удивительным гостем Анной, сотрудником издательства «Источник жизни». Анна, вот вы сказали, что чтение книг для детей очень полезно. А почему? Ведь, может быть, проще мультиком какой-то включить? Как вы считаете? Ну, мы уже немного говорили о том, почему чтение, ну, не то чтобы предпочтительнее, а чем чтение уникально. Да, чем вот оно уникально? Очень много разных еще вещей, которые формируют в ребенке именно чтение. Ну, во-первых, чтение учит мыслить, потому что, читая, ребенок может соглашаться или не соглашаться с тем, что он прочитал. И поэтому, если вы читаете вместе с вашими детьми, очень важно не пытаться первым сделать выводы, задавать ему там много наводящих вопросов, то есть, ну, изображать некий урок воспитания там, или, например, сделать выводы, пусть он размышляет сам. Побуждайте его размышлять. Можно задавать тактично какие-то наводящие вопросы. И если ребенок, допустим, не соглашается с какой-то мыслью, которую высказывает автор, это неплохо. Это хорошо в том смысле, что это значит, он учится анализировать, он учится делать выводы. Почему еще важно читать? Ну, мы уже сказали, что это развивает воображение. Мы понимаем, что креативное мышление, творчество — это то, что очень важно, и то, что отличает нас не просто от животных, а отличает нас и среди людей. Человек креативный, человек, умеющий мыслить образами, представлять, воображать, что-то новое творить, это, конечно же, замечательное качество, и хорошо, если в ребенке оно развивается. Ну и, конечно же, книги развивают не просто воображение и творческое мышление, они развивают то, что сейчас принято называть эмоциональным интеллектом. Что такое эмоциональный интеллект и нужен ли он нам? Ну, я думаю, так особо доказывать это не нужно. Мы понимаем где-то, что человек, который не умеет сопереживать, не обладает развитой эмпатией, это не совсем полноценный человек на самом деле. Вот здесь тоже очень важный момент, который делает книгу предпочтительнее мультфильма. Понимаете, мы можем сказать, что когда ребенок смотрит фильм или мультфильм, он же тоже переживает героя, и это важно. Да, и он тоже этому учится. Но, заметьте, мультфильм или компьютерные игры, в которые играют дети, они как бы несколько размывают реальность. Ребенок перестает чувствовать реальность боли, которую ощущает герой. Ну вот вспомните любые диснеевские те же мультики, да даже и наши, но погоди там, прекрасные мультики, ничего не имею против. Я просто говорю вот об этой черте, об этом качестве. Прищемила волку хвост, упал он, протащила его километр по асфальту, и он там... Это смешно. Понимаете, это смешно. И ребенок смотрит, и он понимает, что боль — это смешно. Он не чувствует ее как нечто плохое, тяжелое, страшное. И так постепенно из-под боль. У нас вырастает поколение, у которого проблемы с эмоциональным интеллектом. То есть человек не может правильно различить эмоции другого человека, не может правильно оценить степень опасности той или иной эмоции или чувства другого человека. И это не есть хорошо. Книга совсем по-другому выстраивает отношения с ребенком. Ты читаешь или ребенок читает, и он это чувствует, воображает совсем по-другому. Он умеет сопереживать. То есть в книге просто описано что-то более, чем просто действие. Там описаны чувства. Вы хотите это сказать? В первую очередь, конечно, книга формирует характер. Характер — это не только интеллектуальные качества человека, но и эмоциональные его чувства. Но вспомните Муму. Кто не читал в детстве Муму и не плакал над этим, тот, как говорил мой учитель, тот недочеловек. Потому что он не научился сопереживать, сострадать. Но это вот только одно из качеств, которое развивает. Это не только должны быть какие-то страдания, слезы, хотя ничего плохого и страшного в этом нет. Наоборот, это полезно для души. Это также и радость, и восхищение, и восторг. Все это книга, которая учит нас это все испытывать. Ну, вот смотрите, когда человечек маленький смотрит мультик, там столько ярких красок. А в книге все равно настолько бедно. Ну, есть какие-то картинки все равно. Почему же? Ну, вот смотрите. Он смотрит на эти яркие краски. И это яркие краски, которые ему нарисовал автор фильма. Режиссеры, художники. Они постарались, они молодцы. И вот, как мы говорили, напрямую идет этот канал, он увидел этот красный. И этот красный такой, как он есть. Когда ребенок читает, он сам художник. Он сам раскрашивает своих персонажей в свои цвета. Он сам раскрашивает этот мир, который он видит. И это очень важно и очень интересно. А что еще вот вы хотели бы добавить? Почему важно все-таки не просто читать им, но и им самостоятельно даже читать, дети? Ну, книги учат нас смотреть на проблему с разных сторон. Потому что в книге есть несколько всегда героев, которые по-своему видят ситуацию, по-своему формируют ее. Читая книгу, ребенок как бы становится то на сторону одного героя, то как бы в шкуру другого героя. Это важно. Ну, книги помогают нам понять, что все люди разные. И что не все должно быть только так, как понимаю я и как хочется мне. Существуют какие-то другие люди, у которых другие желания, и которые вообще совсем по-другому могут смотреть на вещи. Это тоже важно. И книги, конечно же, мы должны сказать, являются частью культурного наследия. И читая то, что было написано в XIX веке, допустим, мы можем погрузиться в эту атмосферу, войти в эту историю. В тот мир, да? В тот мир. Либо читая о том, что будет в будущем, реконструкции какие-то, мы развиваем свое воображение. Ведь известно и доказан уже факт, что очень многие технические и технологические достижения последнего времени, которыми мы восхищаемся и пользуемся, они все были предвосхищены писателями, которые вообразили их сначала, придумали в своем воображении и сделали какие-то полусказочные вещи. А потом кто-то это прочитал, кого-то это вдохновило, кого-то это побудило к творчеству. И вот мы имеем то, что мы имеем. Интернет, телевидение, телефон. То есть, и вот вы хотите сказать, что очень много различной тематики в детской литературе, и оно развивает, да, ребенка во всех областях. Конечно же, конечно же. Это так. Очень важно научить ребенка читать, но здесь, как и везде, очень важен и личный пример. Если вы читаете только вечером перед сном, прекрасно и замечательно, но если никогда ребенок не видит вас с книгой, кроме как вечером читающим сказки, то вряд ли он полюбит чтение и будет читать. Только если вы сами любите книги, читаете книги. То есть, личный пример здесь очень важен. Очень важен. И даже не нужно говорить «читай». Нужно просто показать, что читать – это интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем беседу с Анной Ростиславовной, сотрудником издательства «Источник жизни». Анна Ростиславовна, расскажите, пожалуйста, о вот этом богатстве, которое вы нам хотите сегодня показать, рассказать об этих замечательных детских книгах, которые издает издательство «Источник жизни». Какие вот экземпляры вы хотите посоветовать для наших телезрителей? Расскажите, пожалуйста. Я, наверное, начну с книг для самых маленьких. Так будет правильно в последовательности. И буду переходить постепенно для книг детей постарше. Ну, во-первых, я хочу показать вот такую книжку. Называется «Моя первая детская Библия». Вот это книжечка, изданная в пяти томах. Библейские истории, рассказы. Вот у нас пять книжечек. Для маленьких деток библейские истории. Ну, вот, например, та, которая у меня сейчас в руках, называется «Рождение Иисуса». Здесь очень хорошие картинки, красочные в книге. Небольшой текст, который, конечно же, родители читают детям. Детям еще в этом возрасте вряд ли читают сами. Вот вы можете посмотреть. Хорошие картинки, очень красочные. И так, каждая из пяти книжечек, вот буквально на каждом развороте, хорошие, яркие, красочные картинки. В этом возрасте, что самое важное, мы уже сказали, важное самое – это картинки. Книжка в пяти томах. Здесь есть еще также у нас для маленьких книга о пророке Ионе. Как мы помним, это история о том, как пророк Иона не хотел слушать повеления Бога и поехал. Решил выплыть в Фарсис, но у него не получилось. Большая рыба проглотила его, потом выплюнула на берег. Очень красочная. Мы знаем эту историю. Вот, очень красочная, яркая. И к ней еще есть такая же книга-раскраска. Вот здесь ребенок может эту историю не только послушать, но и раскрасить сам. И кроме того, есть еще диск. Песенка о пророке Ионе. Можно это послушать и выучить, и петь вместе с ребенком. Это достаточно интересно для маленьких детей. Очень хорошо задумано. Для детишек чуть постарше у нас есть интересная книга, которая называется «Истории для моих друзей». Здесь эта книга нашего автора, Светлана Крутого написала ее. Здесь тоже очень интересные рассказы из жизни детишек и из жизни персонифицированных животных. А также «Истории огорода», там, где у нас непослушные тыквы, вредные сливы, непослушные котята и прочие дела. Кроме того, в книге есть очень интересные сказки, очень нравственным таким содержанием о том, как ангел помогает бедной девочке в новогоднюю ночь, что с ней происходит. Интересная, хорошая книга. Я хочу сказать, что уже вышел у нас второй тираж этой книги, готовится третий и готовится продолжение. Это будет целая серия книг для детей этого возраста, скажем так, от пяти до восьми лет примерно. Все они будут наших отечественных авторов. Интересные рассказы, которые одним словом можно назвать, что такое хорошо и что такое плохо. Замечательно. Вот такие книжки. Еще есть у нас уже давно, наверное, уже лет 15 в ассортименте. Это книга, которая не теряет никогда своей актуальности, потому что это книга классики. Это сборник детских христианских рассказов русских писателей. Мы выбрали из всей нашей богатой русской литературы особенные рассказы и отрывки из некоторых произведений разных совершенно наших замечательных авторов, которые несут в себе особенный нравственный христианский заряд, вывод. А каких авторов именно? У нас здесь есть и Толстой, и Достоевский, и Лесков, и Салтыков-Щедрин. И много авторов, которые не так известны, может быть, на слуху, немножко подзабыты. Авторы 19 века, но которые были очень известны и знаменитые в свое время. И рассказы которых забыты несколько незаслуженно. Например, Немирович Данченко писал рассказы детские очень интересные. Клавдия Лукашевич, Лидия Чарская. Ну, кстати, вот Чарскую сейчас уже стали хорошо издавать, но мы первые, кто начал ее издавать после революции. Поэтому очень рекомендую к прочтению вот эту книгу. Это для возраста какие где-то? Ну, тут на разные возрасты. В основном, конечно, для школьного возраста, но можно выбрать несколько рассказов, которые будут понятны и дошкольникам. Вот это как раз очень хорошо для семейного чтения. Чтобы читал родитель, а ребенок слушал. А вы сами читали своим детям вот эту книгу? Да, конечно. Я вообще-то являюсь редактором-составителем этой книги. Я ее читала очень много. Им очень она нравилась. Мы ее перечитывали даже несколько раз. Для детишек младшего и среднего школьного возраста хочу также показать еще вот эту интересную книжку, которая называется «Необыкновенное расследование». Вот такой как бы детектив. Это вот мальчик, главный герой. Он ведет себя как сыщик, который ищет ответ на вопрос. От кого же все-таки произошли люди? От собак? Может быть, ответ знают учителя в школе? Или обезьянки в зоопарке? Или папа? И вот этот мальчик вместе со своим другом-песиком Татошкой занимается расследованием этого важного вопроса. Книга написана в таком легком, интересном стиле. И я думаю, что любой ребенок школьного возраста легко и быстро ее может прочитать. Такой важный вопрос. Вопрос очень важный, и ответ на него дан в такой игровой, привлекательной форме. Я думаю, что это будет интересно. Замечательно. Еще одна важная тема, на которую мы тоже постарались ответить в форме интересной книги, называется тема о здоровье. А книга называется «Приключения здравки и пончика». Это мальчик и девочка, здравка и ее брат Пончик, которые учатся в необычной школе, школе здоровья. И вот автор говорит, а хотели бы вы, ребята, учиться в такой школе, где учителя летают на воздушных шарах, катаются на роликах, строят плоты, скользят по волнам и скачут на лошадях. Хотели бы вы учиться в школе, где все ученики и учителя – настоящие друзья, а сама школа – стеклянный шар с фонтанами, винтовыми лестницами и вращающейся пирамидой. Вот такая необычная, интересная школа здоровья. И вот ребята, которые там учатся, не только учатся всяким наукам, но учатся быть здоровыми. Книга написана очень интересным, легким языком. Тема поучительно, что учат здоровье. Хорошо. Еще какие у вас интересные книги есть? Ну, из художественной литературы для детишек уже более старшего возраста, скажем так, от 10 до 14 лет, Мы готовим сборники рассказов. Один из них, первый называется «Кто стрелял в шедоу?», второй том «Опасный прыжок». Будут еще книги этого автора. Это написал Джерри Томас, очень интересный, популярный автор, знаменитый англоязычный. Мы перевели эту книгу и проиллюстрировали. Здесь очень хорошие иллюстрации. Рисовала у нас художник Ольга Корягина. Она у нас молодец. Вот, например, тот главный герой. Шэдоу – это когда ребенок прочитает, он узнает, кто такой Шэдоу. Это речь идет о сороке, говорящей ручной. Все рассказы очень интересные, потому что они основаны на реальных жизненных ситуациях, которые могут случиться с любым ребенком в этом возрасте, и которые волнуют обычно детей в этом возрасте. Как разобраться с проблемами в школе? Как приобрести друзей? Как сделать так, чтобы компания и ребята, которые тебе нравятся, тебя не отвергали, а принимали? Всегда ли нужно говорить «да» и соглашаться? Как научиться говорить «нет», когда то, что тебе предлагают, ну никак не должно случиться, а тебе не хочется выглядеть белой вороной? Ну и так далее. Вот на такие темы эти все рассказы очень интересные, и у нас готовится продолжение. Еще хотела бы рассказать для серии книг для ребят этого же возраста, от 10 до 14 лет, серия называется «Невыдуманные истории». Пока у нас вот вышло 4 книги в этой серии, будут еще книги. Вот одна из них «Последний момент», «Таинственные истории», «Незаслуженная милость» и «Крылья ангела» последняя у нас вышла. О чем эти книги? Это книги реальные истории из реальной жизни, происшедшие с настоящими живыми людьми, которые рассказывают, что случилось в их жизни. Ну, например, вот эта книга «Последний момент», название говорит само за себя. Это история о том, как в самый последний момент, когда человек был на краю гибели, Бог вмешался и послал избавление. То, что вы видите, например, здесь на картинке, это вот история девочка, которая уже выросла, рассказывает, как в детстве они попали на ферму и, не послушавшись дедушку, пошли в загон. И туда вошел бык, от которого им убежать практически не удалось, но удалось спрятаться. И как это случилось в самый последний момент, как Бог спас их жизнь. Вот эта книжка «Таинственные истории» — это история о том, как в вашей жизни случилось что-то непонятное, что-то необъяснимое, что-то страшное и загадочное. Но потом все-таки выясняется, что, может быть, это было не настолько страшно, не настолько загадочно, но в тот момент, когда это происходило, без Божьей помощи, вам никак нельзя было бы с этим разобраться. Книга «Незаслуженная милость». Вот видите, тут такая картинка про пиратов. Но эта книга не про пиратов, а книга о том, как иногда в нашей жизни случаются истории, когда вроде бы мы заслужили наказание. Мы заслужили, чтобы с нами случилось что-то плохое. Мы сами были в этом виноваты. Но вдруг, неожиданно, почему-то кто-то нас прощает или кто-то посылает нам помощь, тогда, когда мы, наоборот, заслуживаем совершенно обратного. И книга очень интересно раскрывает вот эту важную, важную библейскую мысль о Божьей благодати, о том, что Он нас спасает просто так. Это Его дар. Вот такие истории об этом. Незаслуженный дар. Незаслуженный дар. И вот последняя книга, которая вышла пока, последняя на сегодняшний день, называется «Крылья ангела». Здесь собраны истории, когда Господь таинственным образом спасал людей из различных ситуаций, но когда это было не с помощью, допустим, собачки или какой-то ситуации, как, например, в последний момент, бык. А когда ничем, кроме как божественным вмешательством и присутствием, объяснить этого было бы невозможно. Вот то, что вы видите, например, мальчики в горах, они сорвались, когда гуляли, сорвались там со склона и висели буквально на волоске от гибели. И они пошли сами, никого не предупредив. И спасения не было ниоткуда. Вдруг, откуда ни возьмись, появился человек, протянул им веревку, вытащил. И когда они, отряхнувшись, хотели поблагодарить его, и вообще он исчез, его нет. Кто это был? Никто иной, как ангел, мы говорим. И тут вот собраны различные истории избавления и спасения, когда Господь посылал своих ангелов на помощь и защиту. Вот это я рассказала вам о серии «Невыдуманные истории». Еще что у вас интересное есть? У нас сейчас выходят также книги, которые не художественные, но, можно сказать, психологические книги, книги по психологии. Например, «Подросткам и родителям». Очень я рекомендую, как «Подросткам», так и «Родителям». Само название говорит о себе. Тем и другим будет очень полезно. Да, почитайте эту книгу, потому что тут вот даются ответы на очень важные вопросы. Вы знаете, когда мои дети были подростками, я помню, что это был очень сложный период в жизни нашей семьи. Потому что мои замечательные, прекрасные сыновья, с которыми у меня такие теплые, прекрасные отношения, их вдруг как будто подменили. Понимаете? Вот это вот как будто я их не знаю, и они меня как будто не знают. Просто это такой период в жизни, который, как говорил один психолог, нужно пережить как войну. Эта книга рассказывает нам о том, как нам понять, что происходит. Что происходит с нашим подростком. И как нам в это время вести себя правильно. Как не испортить отношения на всю последующую жизнь. Потому что это такой важный период, когда это сделать очень легко. Мы привыкли быть родителями маленького ребёнка. И мы по инерции ведём себя с ним, как с маленьким. Мы продолжаем его воспитывать теми методами, которыми мы воспитывали его в 5 и в 10 лет. А он уже стал другим. А он уже другой. И это уже не проходит. И книга также объясняет подросткам, как понимать родителей. Наверное, вы помните этот очень-очень известный афоризм. Когда мне стало 30 лет, мои родители резко поумнели. В 15 они были непроходимыми болванами. Вот в 15 кажется всегда подростку, что родители чего-то не понимают, не догоняют. Вот потом они понимают, что это всё не так. Вот книга с абсолютно здравыми, чёткими рекомендациями для родителей и объяснениями для подростков, как нам пережить этот непростой период. И что всё будет хорошо. И также вот уже для чуть поболее старших, письма это уже для детей, которые уже не дети. Они уже выросли и они вылетают из разного гнезда. Вот у нас сейчас есть книга, называется «Письма к Марии». И готовится точно такая же книга «Письма к Александру». Это письма отца к дочери и, соответственно, к сыну, которые покидают родительский дом, уходят во взрослую жизнь. И это то, что отец хотел бы сказать им в напутствие. Но это не книга наставлений, понимаете, вот делай так, не делай так. А книга больше размышлений. Она не зря написана в форме писем. Это именно письма, реальные письма к дочери. О разных-разных темах, которые волнуют юную девушку. Вопросы, на которые не всегда легко найти ответы. Это как бы размышления и советы отца. Но ни в коем случае не нотации, не наставления, а вот именно в такой доверительной и очень тёплой манере. Именно в том возрасте, когда молодёжь не любит никаких нотаций уже. Да. И, вы знаете, и психологи очень советуют не устраивать разборок, не устраивать сцен и не пытаться напрямую и резко выяснять отношения. И говорить о чём-то, даже о важном, своим детям. Это такой известный приём. Напишите письмо. Вы спокойно, обдуманно можете сказать всё, что вы хотите сказать. Вы взвесите каждое своё слово. А ребёнок, получив его, ваш взрослый сын или дочь, прочитав, может потом вернуться, может ещё раз по-другому посмотреть. И эти письма наполнены не только наставлениями, они наполнены любовью. Понимаете? И это очень важно, это согревает. И, вы знаете, эта книга, она перевод с испанского, она выдержала более 12 изданий и переизданий. И в Латинской Америке эта книга является чуть ли не учебным пособием в старших классах для учителей и родителей. И дети читают, ну, взрослые уже девушки, подрастающие и юноши, читают с удовольствием эти письма. Так что мы с большим удовольствием представляем эту книгу и очень рекомендуем нашим читателям. Анна, мы благодарим вас за интересный рассказ, за то, что вы смогли к нам приехать и удивить наших зрителей. Дорогие наши друзья, мы благодарны вам, что вы были с нами, с нашей программой в гостях у телекомпании «Триангела». Я уверена, что вам тоже понравились эти книги, которые здесь были представлены, любую из них и другие. Вы можете заказать в интернет-магазине и на сайте, который сейчас появится на экране. Благословения вам, друзья! Счастья, удачи и всего доброго! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин